Продолжение следует... 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 Понятно, это появится не сразу и не везде, но для ведущих университетов это, безусловно, приоритетный путь развития. Повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, качество его услуг является стратегическим направлением развития нашей страны. Рассмотрим два законопроекта, которые касаются обеспечения бесперебойного снабжения теплом, а также горячей и холодной водой. Первый законопроект предусматривает возможность введения публичного управления предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, если они просто не выполняют свои функции. И от этого могут пострадать люди. Законопроект также предусматривает запрет на создание новых муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий в сфере тепло- и водоснабжения. Уже действующие должны быть преобразованы в казенные предприятия в течение полутора лет. Второй законопроект вводит административную ответственность собственников и руководителей жилищно-коммунальных компаний за нарушение нормативов по созданию и использованию запасов топлива. Это поможет устранить лазейки для различных злоупотреблений, в том числе хищений, чтобы топлива хватало для надежного и бесперебойного теплоснабжения. Ну а температура воды в трубах в батареях соответствовала нормативным требованиям.